Ну что, мы все превозмогли. Превозмогли лежащий сосач, превозмогли дозбокс. Ну, по крайней мере, я превозмог. Теперь будем делать все через дозбокс. Глядишь, это повлияет и на звук, и на вылеты. Собственно, из-за вылета мы делаем переигрывание того Тирона. Я, в принципе, был бы не против его проигнорировать. Или вообще, я тут посчитал, миллион у меня набирается с продажи всего подряд. А это значит, что я мог бы спокойно все потерять. Ну, ладно. Ну, в общем, менять ничего не будем для аутентичности. Хотя сейчас, задним умом, я понимаю, что стоило вообще-то вместо винтовок загрузить побольше газовых пушек. Кстати, судя по всему, я тормозил, и поэтому сейчас у нас будет ночь. А может и нет. Я надеюсь, по крайней мере, что не будет ночи. Потому что и без ночи все, в принципе, плохо. Дымовая граната вы видели, как работает. Поэтому я немножко прочитываю и вообще про нее забуду. Просто долбаную с газовой пушки на выходе. Кто-то там говорил, что все это очень замечательно рассеивается через некоторое время. Точнее, расползается. Ну, что-то я пересмотрел свой летсплей и этого не заметил. Ермака силы даст... Низклик. Ну, ладно. В принципе, ничего из этого плохого. О! Уже. Кстати, очень похожая карта. Может, та же самая. 22. Да, можно спокойно выйти. Долбануть. Мы-то запомнили, где он, правда? И зайти обратно. Дать пострелять другим. Скажем, Ермаку. Тем более, что ему, доме с клика, я успел загрузить нормальные патроны. Не успел. Но результат один. Двери закрываются. Следующая остановка. Ну, я надеюсь, сейчас ничего мне не прилетит еще. К какому-то цивилю он что-то прилетел. Вообще, по Толемею, пожалуй, нужно выдать винтовку, потому что он слабак. Как я сейчас понимаю, как обычно, своим задним умом. Ну, скроллить будем вообще. А, это наоборот, про скроллить слишком сильно. А вот Ермаку в самый раз. Добежит ли он, интересно, после зарядки до вообще того угла? Лучше, конечно, сначала добежать, а потом зарядиться. Я немножко опасаюсь, что здесь много злых людей. Скроллинг все-таки поменьше сделаем. Ну, в самый раз. Но что нам злые люди? Вообще. Я вообще дозбоксовую версию дозбустил. Вроде дозбоксовую. Эх, Птолемей, Птолемеич. Будем тебя, значит, перевооружить прямо тут. Дал винтовку, пошел в атаку. Точнее, пошел стоять и ждать новых ТУ. С Путин, в принципе, все нормально. Ладно, патроны потом уже переделаем. Кстати, надо, пожалуй, сделать маленькую дырочку, Перси. Ну и у тебя плохие патроны. Не люблю мисклики. 27, 19, стрелять ТУ не сможешь. Птолемей, ТУ тоже не сможет. Но он сможет пройти вперед, дорогу дать. У тебя, да. Так вот, в прошлой попытке стенка очень хорошо сломалась. Это помогло быстро забегать внутрь. Там помог инопланетянин. Ну, а здесь мы можем сделать все сами. Ну, а ты отходи. Или нет? Пусть все-таки ты сначала пробежишься. Я вообще опасаюсь, что слева что-нибудь прилетит. Ну, вон, тот он, товарищ, прошел спокойно. Глядишь, и этот пройдет. Давай прячься. Хорошо, что у него не было ТУ. Иначе у меня бы сейчас опять были крики по мисклике. Перси. Отойди с дороги. Перезарядился. Это хорошо. Тарантино. Добежишь ли ты вообще хоть куда-нибудь? Если честно, сомневаюсь. А нет. Может, ты добежишь. Да, точно добежишь. Спрятался. А с Путин? С тяжелой газовой пушкой в руках особо не побегать. Тридцать пять. Ну, может, он хотя бы за угол добежит. Да, добежал. Ну, короче, человека четыре пойдет сверху обходить. Остальные будут превозмогать тут. Чупаев молодец. Сильный. Хороший. Тут-то дым. Это я понимаю. Это вам не дымовая граната с силой десять. Кстати, сейчас я применял Экскому Тиль на Досбокс-версию. И вы себе не представляете. Она мне предложила со словами Так как дымовая граната в терроре Хромнодип Полное говно с силой десять Может быть, заменить на сорок Но я, конечно, отказался. Я за превозмогание. Боль. Когда вылетов нет. Потому что, когда есть вылеты, это напоминает читы. Ладно, всех этих мы сейчас быстренько перетащим поближе Вот сюда. Если оттуда будут стрелять, мешает Тритон. Снизу особо никого нету. Сверху мы того убили. Дым, огонь. Глядишь, выживут. Просили меня тут играть на победу. Я бы с удовольствием. А почему можно взять всего 14 человек? Я предпочел бы, скажем, 40. Дать каждому по лазерной винтовке Футболку вместо бронежилета И вперед отыгрывать имперскую гвардию. Еще какому-то цивили, но не повезло. Отдох на пляже Не стоит того, чтобы туда ехать. О, окна, окна. Окна, окна. Дойди лучше до угла. Вот отдых где-нибудь в приличном месте. Где температура хотя бы ниже плюс 30. Это я понимаю. Так что они страдают за свои грехи. Вообще, на кой черт их там аж 4. Ну ладно, лучше перебдеть, чем недобдеть. В дом надо бы пустить больше двух человек. Потому что в дому очень неудобно и неприятно сражаться. И лены спокойно сидят. Выбегают, стреляют, снова выбегают. Эх, где мои лазерные винтовки с бесконечными патронами? Где моя хэви-плазма? Сейчас бы все стены перешибал. Даже не задумывался бы. О, а парочку мы пустим сзади. Карасик, которого очень любили в летсплее XCOM 1. И Вильгельм. Практически Телли. Люберцекун добегает до дома. Прячется. И потом думает, куда идти учиться. У нас вообще что? Это нам сейчас не нужно. Вот ты, Перси. Вот у тебя сила нормальная. Нормальная. Ты и поднимешь эту винтовку. Верни пушку. А ты беги сюда. Вообще патронов надо было бы загрузить. Но, помятуя о том, что в прошлый раз я это сделать забыл, я решил не читырить. И, соответственно, ничего не делать. Преразмогать как есть. Боюсь, до дома не добежит, так что пусть хоть до угла добежит. Вот так было на том, что они где-то вон там. Надо бы, пожалуй, уменьшить скорость стрельбы. А то я не вижу, кто откуда стреляет. Не видно, где что сломалось. Вообще, цивилинов, конечно, немножко жалко. Но я уже объяснил причины, по которым люди, которые идут отдыхать на пляж, не люди вовсе. Так, а что если он отойти, если будет стрелять автоматически? Пусть лучше снапшотом и уйдут. Эй, выходи. Тут что, места нет, что ли? Да. О, еще и этот пройти не может. Ну, товарищи, так неинтересно. Карасик мажет. Что там вообще такое? Тритон, что ли, мешает? Ладно. Один Вильгельм. Это, че? Не поражение во всей битве. О, еще кого-то увидел. Ну, точнее, мы его не увидели. Но здесь лексик Брит увидел силуэт. И, кстати, он, инопланетянин, выжил. Ух ты, еще один. И, кстати, опять на втором этаже. Хорошо, что он из окна не смотрел. Черт. Да, Брит, наверное. Его, все-таки, заметят. Брит, сможешь ты так выстрелить, чтобы и волки сыты, и овцы целы? Надо бы тебе выйти немножко из-за угла. ТУ не хватает. Не хватает ТУ. 31, 23. Выстрелить и отбежать. Будешь стрелять по этому. Так, ваш жак. Ну, ладно. По крайней мере, мы знаем, что этот хрен на втором этаже сидит. Вообще, надо бы лучше, конечно, тут сейчас стену сломать и залезть через нее. Но из этой говно-винтовки стены не ломаются. Блин. Фигово я выстрелил. Ладно, еще 15 ходов ему жить осталось. Так что это не такая большая проблема. Ну, может, ты сломаешь стену. Да, молодец. Неный. Опаньки. 24, 20, 18. Он не сможет выстрелить и отбежать. Никак не сможет. Там ведь еще на повороты очки энергии тратится. Так что лучше прячься. Прячься в этот маленький сортир. Ермак не может стрелять, потому что патроны не те. Вернее, патроны как раз очень те. А вот ты в самый раз. 33, 29, 25. Хм. Ну, вот эти-то ты сможешь. Тебе и не понадобилось. Ты молодец. Сразу всех убил. Ермак. Может, ты обойдешь? Ничего не видно? Нет. Ладно, где обратно? Что мы будем делать с человеком на втором этаже? Возможно, стоит его сейчас проигнорировать. Ух ты, там была дверь. Хе-хе. Пофига я стену ломал. А может, ты его достанешь? Ух, нихера себе. Да это практически снайпер. Даром что, автоматическим огнем стреляет? Ну, бывают же автоматические снайперские винтовки. Так, ладно. Я помню, что инопланетяне внутри здания сидят очень противно. Мерзко. Поэтому я пришел к выводу, что нужно просто ломать все стены. А черт, не те патроны. Ладно, следующий выход сломаем. Что тут? Выпендриваться. Может, коронавка? О! Я и совсем забыл. У меня же есть датчики движения. Это наши, и это наши. Сзади тоже, видимо, наши. Очень полезная получилась проверка. Ну, уж какая есть. Перси. Ты будешь артиллерией, или ты будешь... Я бы сейчас кого-нибудь вот сюда послал, чтобы он туда пострелял. Но меня просили играть на победу и не оставлять их на открытых пространствах. А я человек добрый. Я... Так. Откуда я это по нему? Наверное, через ту дырку, которую я так благоразумно сделал. А поэтому я к ней не пойду напрямую. Подойду и... И ничего тут, кстати, не видно. Какой интересный номер. Ну, ладно, не буду врать. Это совершенно неинтересно. Если стреляли через дырку, значит, в эту сторону он не смотрит. Но стреляли не через дырку, потому что... Потому что здесь никого нет. Так, надо бы залезть, пожалуй, на крышу, посмотреть оттуда. Или хотя бы в окошко посмотреть. Ничего нету? Нет. Ну, и ладно. Ладно, трех человек на этаж, я считаю, достаточно. Остальные пойдут наверх. Вот один будет обходить. Второй пойдет наверх вот тут. Правда, у него... Опа! 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 Нет, не буду стрелять, потому что... С одной очереди не снесу. А потом он будет там стоять и, как всегда, умирать. Есть кто? О, есть. Вообще, они стоят там же, где их в прошлый раз. Это мне дает неприятное преимущество. Но что поделать? Кстати, если они стоят там же, где их в прошлый раз, значит, вот этот где-то должен тут стоять. А вот этот вот товарищ, кстати, поднимет винтовку спавшего товарища. Вернее, пушку. Потому что она хорошая. Так. Вильгельм будет добивать Диплана. С одного выстрела. В смысле, с двух. Сумля. Как-то это получилось быстро и просто. Они будут прятаться за вот этой вот горкой. Ну, относительно, конечно, прятаться. Но лучше, чем никак. Карасик присел, он будет прятаться лучше. Вильгельм уже не присядет. Так. Что-нибудь видно? Нифига не видно. Ладно. Те сверху будут споттерами работать. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.